И мы поговорим об ударах ногами, которые, как многим кажется, наносятся внутрь или снаружи. Но на самом деле, как их выполнять, мы увидим прямо сейчас. Итак, друзья, те, кто обучается у меня на курсе по тайбо или ITS Fight, те люди зачастую задают вопросы о том, какие удары можно еще сделать, и их интересует удар наружу или внутрь. И вы часто могли видеть такой удар, например, отсюда или отсюда. Но это мах, это базовый мах, и это базовые движения, которые мы используем в целом, ну, практически в каждой тренировке, для того, чтобы не терять навык и вот это ощущение в ногах, как оно должно действительно работать. Но удар наружу или внутрь, он на самом деле идет не в этом направлении, он проходит сверху вниз. И сейчас мы с вами разберем оба типа этих ударов. Итак, из исходного положения вы стоите и выносите колено вперед, при этом идет разворот на опорной стопе. А колено идет вперед и немножко внутрь. Видите? То есть я смещен с центральной линии. Посмотрите еще раз на работу опорной стопы. И на работу колено. Раз. Дальше из этой точки у нас идет разгибание колена. Мы ногу выносим чуть кнаружи, то есть смещаем на линию. Вот у нас пришло колено, мы его смещаем сюда, и удар идет сверху. Еще раз посмотрите. Раз. Вот здесь нога разгибается в колене, смещается, и удар наносится сверху вниз. При этом таз мы, как во всех ударах, выносим вперед, для того, чтобы создать инерцию для удара. Мы его выносим вперед, и после этого бьем не наружу, а именно сверху вниз. Итак, попробуем вместе. Обратите внимание, в конце удара стопа ставится вот сюда, на мысок. Вот мы делаем движение. Таз вперед. И очень сильно рубящим ударом проходим сверху вниз. Еще раз отсюда. Я делаю вариант и обучаю этому варианту через подъем колена. Почему? Потому что так быстрее. Можно ли делать прямой ногой? Можно. Но это займет больше времени. То есть будет выглядеть вот так. И это больше мах. И вот когда вы готовитесь к ударам, тренируете их, отрабатываете, всегда делайте базовые махи. Я напомню их вам прямо сейчас. Руки можно держать в стороны. Это помогает вам держать концентрацию, спину ровно и так далее. И отсюда первый мах, который мы делаем. Это мах перед собой. Второй мах. Это мах как раз изнутри наружу. То есть нога у нас идет вот сюда. Затем параллельно полу. И внешним сводом стопы можете касаться ладони. Например, вот так. Еще раз. То же самое с другой ноги. И мах внутрь, снаружи, внутрь. При этом ваша стопа разворачивается. То есть мы поворачиваемся боком. Когда мы выполняем базовые махи, мы выполняем их стоя фронтально. Затем шаг. И разворот. Еще раз. Вот эти три маха основные, которые, я считаю, нужно делать на разминке перед каждой тренировкой. Еще раз. Мах перед собой. Наружу. И мах внутрь. И прям поработайте с этими махами. Например, каждый мах сделает 40-60 повторений каждой ногой. Вы увидите, как ваша техника становится лучше. Вернемся к удару сверху вниз. Тэквондо он называется нэрио чаги. И он может выполняться как изнутри, сверху, да? Условно наружу. Так и снаружи. И вот когда мы выполняем изнутри, как я вам уже показал, колено, и там таз вперед идет вперед. Вот так. Таз вперед. Нога выпрямляется. И рубящий удар сверху вниз. Когда мы делаем удар снаружи, колено идет чуть снаружи, вверх, и стопа опорная разворачивается. И теперь вспоминайте мах, который мы делали. Да? Он сейчас нам поможет. То есть мы приподнимаемся на мыске, поворачиваем стопу. Это происходит практически, я бы сказал, во всех ударах происходит. Вот эти развороты в разные стороны. Итак. Стойка. Колено выходит кнаружи. Нога разгибается. В этот момент происходит поворот на опорной стопе. Нога идет параллельно полу. И таз подается вперед. А нога уходит вниз. То есть вы снаружи вверх, а потом вниз. То есть, да, снаружи вверх и вниз бьете. У вас рубящий удар получается четко, вертикально, сверху вниз. Еще раз. Условно снаружи и условно изнутри. Удар Нэрио Чаги в Тэквондо. Но в Тэйбо можете назвать его либо так же, либо можете назвать его удар ногой сверху. Или рубящий удар ногой сверху. Итак. Используйте оба варианта. Попробуйте тренироваться. Обязательно делайте махи. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Ну, а если вы хотите стать инструктором в направлении Тэйбо, или силового тренинга, или функционального тренинга, я жду вас на свои курсы и обучение. И проведу вас от и до пошагово с уровня 0 до уровня презентера фитнес-конвенций. С вами был Евгений Исупов. Благодарю вас за ваши комментарии, за то, что смотрите это видео. И за то, что делитесь такими полезными видео с другими людьми. Спасибо. Пока. Продолжение следует...